Друзья, всем привет! С вами Ростислав, это новый выпуск Баслок. И давно не было обзоров на нашем канале, и мы очень долго искали интересную тачку. Б***ь, давай! И на самом деле найти было сложно, то есть тачку надо было найти такую, ну, чтобы прям она вообще максимально интересная была. И мы такую нашли. Это Lada Priora. Эх ты, с***а. С города Архангельс, где мы были, познакомились с Саней, с ее владельцем, он собрал сюда хорошее музло, приехал в Питер специально на обзор. И это одна из самых громких тачек в Архангельске и в Северодвинске, ну, эти два города рядом. Поэтому давайте мы о ней подробнее расскажем. Навалите фур лайков, приятного просмотра и погнали смотреть про эту громкую Lada Priora. Это, б***ь, концептный зал на колесах, понимаете? Пусть он на мейкок, первого тейка, никакого фейка, пейпо легенда, б***ь не в аренда. Пошу этих бунтаков, магриндер как блендер. Короче, друзья, у нас на обзоре Lada Priora с города Северодвинск, по факту. Ну, Архангельск, Северодвинск, эти два города рядом. Как я уже сказал ранее, это самая громкая, ну, одна из самых громких машин в этих городах. И чтобы быть, естественно, самым громким, нужно собрать музла стоимостью больше, чем автомобиль. Здесь это так и есть, потому что Lada Priora сейчас, ну, в рынке где-то, да, такая, 500 тысяч, да, где-то. Но это Priora 2, 17-й год. И здесь очень злой и хороший повседнев. Обзор начнем, как обычно, с подкапотного пространства. Или давай про внешку, может, да, чуть пробежимся, про внешку расскажем. Заводская Priora 2 с небольшими моментами по кузову. Они к сезону будут все исправлены, капот поменяется. Чуть там бампер, наверное, то есть вот эти все моментики, они подуберутся. В сезоне тачка будет максимально кайфовая и красивая. Но это не самое главное, самое главное, естественно, музло. Да, начнем с подкапота. И здесь нас встречает православный шестнарь. Ты, по-моему, перепутал. А, это, а почему Priora 2, 8-й клоп? А что за... Но зато плюс на холостых нормально тянет мощный генератор. Потому что низовой моторчик. Здесь у нас Pikachu на 320 ампер. От него идут две протяжки плюсовых до багажника. Минус у нас кузова. Здесь это 70 квадратов каждый кабель. Заведен, кстати, грамотно через гермоводы, через моторный щит. Прям, ну, обычно все там где-нибудь через педаль сцепления пытаются просунуть. Ну, через заводские технологические отверстия. Но здесь просто грамотный ввод кабеля именно в салон. И основное интересное, естественно, у нас дальше. Потому что под капотом больше здесь рассказывать не о чем. Далее. Нас встречает аудиосистема в салоне. И в этом сезоне это действительно тачка будет достаточно громкая. Потому что здесь собран громкий фронт. Карты под 6 пар 20-к. Здесь стоят Арнольди 81АЦ. Это одни из самых громких динамиков у компании Альфард. Да и в целом на рынке одни из самых громких динамиков, если мы не берем какие-нибудь Нео. Ну, хотя можно было бы Нео, но там бюджет бы вообще, наверное, в космос улетел. По усилителю ОСА 1500 на 2. Соответственно, по каналу на каждую дверь. Карты, кстати, самое главное, перетянутые. Вы посмотрите, как аккуратненько все в кожу сделано. То есть, ну, обычно когда-нибудь тачка из региона. Ну, будем честны, да? Вот реально, если по региону не в общем катаешься. На картах люди экономят. Вот. И делают их в Раптор. Может быть, просто красят. Здесь же просто перетянутая. Это термокожая, я так понимаю, правильно, да? То есть, одним цельным куском все сделано. Блок электростеклоподъемников перенесен повыше. Оставлена заводская ручка. Что очень интересно. Именно поэтому сюда не встали рупора. Но на самом деле, сейчас мы послушаем. Я думаю, что верхов здесь немножко не хватает. Я бы рупора добавил. Многие, когда собирают громкий фронт, если по соревнованиям, наверное, можно отказаться от рупоров. Но если на повседнев кататься, все-таки хочется, ну, по крайней мере, мне немножко верхов. Ну, короче, сейчас и послушаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот ты по-любому так же скайпом хочешь ездить на априори с музыкой. И это легко сделать в онлайн-мобильной игре Grand Mobile, где ты можешь стать кем угодно и ездить абсолютно на любом виде транспорта. И на самом деле, игра очень классная. Мы с пацанами зависаем там на 18-м сервере, потому что там очень много активностей. Можно быть как честным человеком, можно быть как бандитом. Можно работать на заводе, можно кататься на гелике и выполнять различные миссии, выполнять функции, ежедневные задания. В общем, максимально проявлять активы и самое главное, играть вместе со своими пацанами, потому что, напоминаю, что это игра онлайн. И она доступна как на iPhone, так и на Android. Например, если вы в офисе работаете против другого отдела, вот так вот на обеде достаете, телефоны включаете и устраиваете неплохую такую битву. А что самое главное, другому отделу не рассказывайте, что промокодик Баслок дает гелик и 30 тысяч игровой валюты на старте. Так что можно с кайфом, прикиньте, с Ваней, Петей, Олегом, приезжайте на геликах и такие выходите крутые. Ну, в общем, короче, игра крутая, ссылка в описании, 18 сервер, играйте вместе с нами. Под капотом стоит генератор, естественно, салонный регулятор стоит и здесь он закреплен так аккуратно, грамотно. Ну, не болтается где-то, то есть, да, а вот именно аккуратно, грамотно здесь закреплен. И он не светит в глаза и видно вольтаж вообще спокойно и в удобном месте, всегда под рукой. По салону, Priora 2 торпеда, минимальная, я так понимаю, комплектация, да, потому что ни дисплея, ничего нет. Кандия нет, здесь стоит головное устройство, это Pioneer 520, который рулит всей здесь аудиосистемой. Выведен регулятор заводской от 12,5К, вольтметр и кнопка включения всей аудиосистемы, причем сделана, ну, максимально аккуратно, то есть, прям вообще без какого-либо колхоза, смотрится, ну, близко к штату, я бы сказал, то есть, насколько можно приблизить, чтобы это гармонично смотрелось. Здесь вот так сделано. Единственное, что ты хочешь сюда еще рамку на 520, потому что приобреталось головное устройство именно без рамки, б.у. А за сколько ты взял его? Десять тысяч купил 520? И собиралась тачка, вот двоем с корешем собирали тачку своими руками. То есть, это не какая-то студия установки, и для того, что люди собирают сами, сделано, ну, прям вообще, прям, очень четко, грамотно. Пойдемте, про басуху. Пасуха здесь, это действительно громкий, мощный, повседнев, собранный в багажнике. На удивление, кстати, легкий багажник. Ну, потому что пружины стоят. Не, не надо, не надо снять пружины. Как крышка багажника приоры превратить в гильотину за два простых действия? Ну, сейчас заметно потяжелее. А здесь сколько словебры? Два. А, ну, всего лишь два. И в багажнике у нас стоит вот такой вот ящик. Он пока что не крашен, потому что тачка собралась буквально перед обзором. И когда ты уже вернешься в Северодвинск, ты уже, соответственно, ну, к сезону будешь и красить ящик, ну, и, естественно, как я и говорил, там, внешкой тоже заниматься. То есть, машина пока что вот только-только собралась, приехала. Вот такой вот интересный ящик получился. На самом деле, он не сильно большой, потому что тут всего лишь две двенашечки стоит. И ящик у нас закреплен на фальшпол, который стоит снизу, соответственно, в фальшполе и разместились все усилители. Там стоит Assa 1500 на 2, и на басуху стоит Atom Pro 12.5K. Это уже новая линейка Atom. Это не те Atom, которые всем привыкли, Atom Plus. Это уже Atom Pro, соответственно, они уже доработаны. Лучше мы их видели на презентации в Тюмени. Они уже у нас продаются, и у многих дилеров они есть в наличии. 12.5K пока что немножко в дефиците, но вот мы смогли сюда достать одну штучку. А так, как бы, в целом, линейка Atom Pro, она практически вся, у всех есть в наличии. 5.5K, есть 7.5K, 9.5K и максимальный 12.5K. Хорошие усилители. Да, это Бразилия. Не работает ниже 1 Ом, но я думаю, уже к этому многие привыкли. Достаточно компактный корпус, хороший КПД, мощность действительно хорошая. И усилители серии Assa на фронт, да, 1500 на 2, про которые я сказал. Раньше, да, были вот эти плиты. Вот они сейчас есть, стабильно работают и ниже 1 Ом. И я думаю, многие экспериментируют уже и в 0.25, пытаются их запустить. Ну, в общем, это вот старая добрая Корея, к которой все привыкли. Поэтому у вас сейчас, вот если вы выбираете усилитель, есть всегда выбор. Поставить, например, Atom Pro, маленький, компактный и подешевле. Или, как вы, там, хотите переплатить за стабильность, типа, взять себе большую плиту за чуть подороже. Друзья, и напоминаю, что в моем магазине baslock.ru проходит сейчас акция скидки до 25% на всю продукцию компании Alphard Group. Самое время готовиться к сезону, потому что если сани готовят летом, то басуху готовят как раз-таки зимой и весной. И сейчас скидки до 25% на всю продукцию. Успевайте до 17 марта, приобретайте акустику с бесплатной доставкой по всей России. Заказывайте как на сайте, так и в нашей группе ВКонтакте, где вас, мои пацаны, грамотно проконсультируют, если вы не смогли до сих пор определиться с выбором. А также, друзья, вот такой вот у меня есть для вас подгончик, это усилитель MFA 480. Сейчас по акциям он стоит 11 890, без акции аж почти 14 тысяч рублей. В общем, хороший, мощный четырехканальничек. И получить его, друзья, легко и просто. Нужно просто подписаться в нашу группу ВКонтакте и нажать клавишу «Поддержать автора». Подписка стоит 229 рублей. За это вы получаете доступ как раз-таки вот к таким эксклюзивным розыгрышам. И к эксклюзивному чату, информации, что с Discovery, пацаны уже те, кто там знают. Недавно мы разыграли 302-й САП. Розыгрыш у нас там проводится постоянно, и вот сейчас MFA 480. Кайфовый, мощнейший усть. Ведь забрать его легко и просто, потому что там всего лишь 100 участников, и шанс на победу очень высокий. Если 229 рублей нет, просто разыграв в группе ВКонтакте, вот так вот, две пары твиттеров и динамики. Это «Сильвестры». Самые популярные серединки на рынке. Они продаются просто в космических масштабах, потому что громкие, недорогие и крутые. И МФТ 25. Маленький, классный рупора, которым можно поставить куда угодно. Но если у вас уже карты, например, готовы, к ним останется приобрести всего лишь вот такие вот колечки. И они станут размером как Т-34. А разыграем их бесплатно уже через неделю. Достаточно будет перейти в нашу группу ВКонтакте, посмотреть закрепленный пост. Там будут все условия. Нужно будет подписаться на нас, на Альфард Групп, ВКонтакте, естественно, и просто репостнуть эту запись себе на стране. В общем, со стороны багажника все рассказал. В принципе, тачка здесь укатана, это Xtreme Pro. Два слоя. В целом, вся машина укатана у нас Xtreme Pro в два слоя, кроме левого крыла. Оно здесь у нас в три слоя, потому что здесь у нас порт, здесь двухсотая труба. Нагрузка на это крыло выше, поэтому катанули еще один дополнительный слой. А вот на басуху можно посмотреть со стороны салона. Давайте откроем заднюю дверь. Во-первых, здесь не видно, где разместилось питание. Здесь видно проводка, которая идет как раз у нас под капота до багажника. В нише запасного колеса лежит четыре секции сорокового титонатора, то есть в сумме у нас 160 Ач. Это достаточно большой объем. В целом, этого питания вполне хватает, чтобы валить практически без просада. Сверху у нас, естественно, фальшпол. Вот видно, насколько здесь поднялся, так скажем, пол. Там разместились усилители. И сверху ящик под мощные две двенахи. Это 3512R. 3,5 киловатта каждый с номинальной мощностью. Катушка 3,5 дюйма. Подключена в 1 Ом. И играет вообще максимально четко и кайфово. Здесь еще видно, как из фальшпола, кстати, выходит кабель, про который я вам не рассказал. Это у нас два по четыре. По две протяжки в каждую дверь на фронт. По басухе. Просто вкинули вот этот вот ящик. Ничего не пристрелили, ничего не делали. Подкинули датчик на лобовое. И уже есть 150 на 27 Гц. Это не зубодробильный 40 Гц. Это хороший низа. Тачка играет приятно. И сейчас мы вам покажем, как она играет. Субтитры сделал DimaTorzok. И естественно басуха сказалась на дорожном просвете автомобиля. Задняя часть его заметно просела. Здесь стоят штатные пружины. И вот представляете, насколько много все это дело весит в багажнике, что она достаточно так сильно просела по сравнению с передом. То есть передочек надо ровнять. И вот получается неплохой такой бупан. Минус 90 где-то. Вот можно спокойно сделать, не меняя пружины. Просто поставить два нормальных саба, питание и ящик. Но в сумме, в машину, если по весу считать сколько добавилось, мы отправляли 307 килограмм. В целом мы рассказали вам про аудиосистему. Это действительно хороший бодрер повседневный, который валит. И мы сейчас, конечно же, поедем, прокатимся. Но мне кажется, этой приоре чего-то не хватает. Мне кажется, каких-нибудь интересных наклеек. Поехали-ка за клеем, потому что, друзья, это наша командная приора, которая будет ездить в Архангельск. Это баслок тим, поэтому мы именно сюда отправляли железо. 307 килограмм мощной басухи. И поехали, наконец-то, забрендируем тачку. Поэтому она именно приехала в Питер не только на обзор, но и еще получить фирменную ливрея. Продолжение следует... И на оклейку мы приехали, естественно, к Максу в темноте, где мы все клеим свои тачки здесь, тонируем. И, естественно, Макс еще занимается оклейкой полиуретановой пленкой. Поэтому ему не проблема забрендировать и наши фирменные командные тачки. Продолжение следует... Ну что, оклеили приору. Получилось, по-моему, очень здорово. На черном цвете черная вот эта наша наклеечка смотрится достаточно гармонично. Сочетается даже вот этот вот серый цвет с серым цветом штампов. Как будто бы хочется что-то сюда еще добавить, чтобы немножко уходило на багажник. Еще более целостно осмотрелась эта наклейка. Ну, в целом, и уже неплохо. Клеили, на самом деле, недорогой рекламной пленкой. Она с каналами по этому Максу. Тебе было тяжело? Нет. Максу было не тяжело клеить. Так что в коллекции наших командных тачек пополнение. Самое время обкатать пленку. Первый раз на обклеенной машине выехать сразу с музлом, с парковки и поехать. Раздать по городу. Увози за сто морей и целуй меня везде. Я и взрослая уже. Ты сегодня взрослее стала. И учебу ты прогуляла. Собрала всех своих. Субтитры сделал DimaTorzok Такси работаете? Нет. А вы нас довезёй? А, мы не вместимся. Нас просто четверо. А, нет, четверо точно нет. Понятно. Грусть, печаль. Ну ладно, хорошего дня. Вам тоже. Ну-ка, дайте я вас тоже сниму. Ну-ка, нарубите что-нибудь. Так взрослая уех. Дай, 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 дай. 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 Дай, 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 дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, 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 дай. Дай, дай, дай. Дай, 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 дай. Ты уйдешь по-королевски и уедешь по-английски Теперь он пьяный, пора поехать Пусть он танцует, пока танцует Ты горячий мост, пусть со мной тут сложно было, но и ты, пацан Я на угаре, что где ты падал? Как дыхание, звезд тишине Я почувствую нежный пусть Даже через тысячи лет Я знала, себя поверила тебе Тебе я в песне пасу Ты не мне в вечеринке Мальчик труп пришел, крутится к листинке Танцует не с тобой А на вечеринке на милях не пригласишь Ты за пасимки, но домой Ну что, друзья, уже пора финалиться Мы вам показали обзор на эту громкую приору, которая теперь у нас в команде Две мощные двенашки фронт из шести пар позволят раскачивать весь Сирадвинск, весь Архангельск И мы на этом примере показали, как это приора качает Питер Получилось, мне кажется, неплохо Все треки с этого выпуска у нас будет в телеграм-канале Если вам треки не понравились, а вам обычно они не нравятся, то напишите название треков обязательно в комментарии под этим роликом Ну и поздравляем, крутая тачка на крутом железе в нашей команде Я думаю, в сезоне мы покажем все наши тачки Соберем их вместе и прокатимся вольнем прям целой командой С вами был Ростислав, это Васлок Всем хорошего настроения, удачи и пока И покупайте автозвук Всем нужен автозвук Штатив сними Когда уже можно отпустить Знаешь, как на стадионе вот эта вышка такая стоит С двумя, да? Да, да, да Все, заканчиваем